Глава 5. Сон Никита увидел сон. Он снился ему уже несколько раз. Все один и тот же. Легко, неслышно отворяется дверь в зал. На паркете лежат голубоватые отражения окон. За черными окнами висит луна, большим светлым шаром. Никита влез на ломберный столик в простенке между окнами и видит. Вот напротив, у белой как мел стены, качается круглый маятник. В высоком футляре часов. Качается, отсвечивает лунным светом. Над часами на стене в раме висит строгий старичок с трубкой, сбоку от него старушка в чипце и шале и смотрит, поджав губы. От часов до угла вдоль стены вытянули руки, присели на четырех ногах, каждое широкие полосатые кресла. В углу расселся раскорякой низкий диван. Сидят они без лица, без глаз, выпучились на луну, не шевелятся. Из-под дивана, из-под бахромы вылезает кот. Потянулся, прыгнул на диван и пошел черный и длинный. Идет. Опустил хвост. С дивана прыгнул на кресло, пошел по креслам вдоль стены, пригибается, пролезает под ручками. Дошел до конца, спрыгнул на паркет и сел перед часами, спиной как ушком. Маятник качается. Старичок и старушка строго смотрят на кота. Тогда кот поднялся. Одной лапой оперся о футляр, и другой лапой старается остановить маятник. А стекла-то в футляре нет. Вот-вот достанет лапой. Ох, закричать бы! Но Никита пальцем не может пошевельнуть, не шевелится. И страшно, страшно, вот-вот будет беда. Лунный свет неподвижно лежит длинными квадратами на полу. Все в зале затихло. Присела на ножках. А кот вытянулся, нагнул голову, прижал уши и достает лапой маятник. И Никита знает, если тронет он лапой, маятник остановится. И в ту же секунду все треснет, расколется, зазвенит и, как пыль, исчезнет. Не станет ни зала, ни лунного света. От страха у Никиты звенят в голове острые стекляшечки, сыплется песок мурашками по всему телу. Собрав всю силу, с отчаянным криком Никита кинулся на пол. И пол вдруг ушел вниз. Никита сел. Оглядывается. В комнате два морозных окна. Сквозь стекла видна странная, больше обыкновенная луна. На полу стоит горшок. Валяются сапоги. «Господи! Слава тебе, Господи!» Никита наспех перекрестился и сунул голову под подушку. Подушка эта была теплая, мягкая, битком набита снами. Но не успел он зажмурить глаза, видит, опять стоит на столе в том же зале. В лунном свете качается маятник, строго смотрит старичок со старушкой. И опять из-под дивана вылезает голова кота. Но Никита уже протянул руки, оттолкнулся от стола и прыгнул. И быстро-быстро, перебирая ногами, не то полетел, не то поплыл над полом. Необыкновенно приятно лететь по комнате. Когда же ноги стали касаться пола, он взмахнул руками и медленно поднялся к потолку. И летел теперь неровным полетом вдоль стены. Близко у самого носа был виден лепной карниз. На нем лежала пыль, серенькая и славная. И пахло уютно. Потом он увидел знакомую трещину в стене, похожую на Волгу на карте. Потом старинный и очень странный гвоздь с обрывочком веревочки, обсаженный мертвыми мухами. Никита толкнулся ногой в стену и медленно полетел через комнату к часам. Наверху футляра стояла бронзовая вазочка. И в вазочке на дне лежало что-то не рассмотреть. И вдруг Никите точно сказали на ухо «Возьми то, что там лежит». Никита подлетел к часам и сунул было руку в вазочку. Но сейчас же из-за стены, из картины, живо высунулась злая старушка и худыми руками схватила Никиту за голову. Он вырвался, а сзади из другой картины высунулся старичок. Замахал длинной трубкой и так ловко ударил Никиту по спине, что тот полетел на пол, ахнул и открыл глаза. Сквозь морозные узоры сияло, искрилось солнце. Около кровати стоял Аркадий Иванович. Тряс Никиту за плечо и говорил. «Вставай, вставай. Девять часов». Когда Никита, протирая глаза, сел на постели, Аркадий Иванович подмигнул несколько раз и шибко потер руки. «Сегодня, братец ты мой, заниматься не будем». «Почему?» «Потому что потому оканчивается на У». «Две недели можешь бегать, высуня язык. Вставай». Никита вскочил из постели и заплясал на теплом полу. «Рождественские каникулы!» Он совсем забыл, что с сегодняшнего дня начинаются счастливые и долгие две недели. Приплясывая перед Аркадием Ивановичем, Никита забыл и другое. Именно свой сон, вазочку на часах и голос, шепнувший на ухо. «Возьми то, что там лежит». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...